Ученые из университета Огай открыли два новых штамма коронавируса в США. По случаю мутации вируса в ВОЗ созывают экстренное заседание. И сегодня же прозвучало мнение, что второй год пандемии может быть сложнее. А в Украине ломают голову над тем, какую прививку приобрести. Ну а обо всем по порядку в нашем обзоре. Спасибо, Наталья. Ученые из США заявили о новых двух подвидах коронавируса. Эти мутации возникли в Колумбусе, штате Огайо. Они идентичны варианту, найденному в Великобритании. Вероятнее всего, вирус, получивший название Колумбус, возник из британского штамма. Однако он включает еще три другие генные мутации. Раньше таких изменений в известном на весь мир Карсков-2 не было. Это значит, что вирус может мутироваться и дальше. Во Всемирной организации здравоохранения собрали заседание ЧАЭС из-за мутации вируса. Встречу решено было провести на две недели раньше, чем предполагалось. Это уже шестое по счету заседание комитета. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Цифры по заболеваемости за последние две недели достигли пика. Эксперты настоятельно просят людей соблюдать меры. Только они могут остановить распространение и мутацию коронавируса. Специалисты поспешили успокоить население, заявив о том, что новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни. Мы приближаемся ко второму году, и это может быть даже сложнее, учитывая динамику передачи некоторые проблемы, которые мы наблюдаем. А в Минздрав Украины поступила заявка на регистрацию российской вакцины «Спутник Ви». Хотя ранее глава Минздрава и даже президент Зеленский высказывались о том, что «Спутник Ви» на территории Украины применяться не будет. Свой выбор они сделали в пользу китайского Синовака. Однако ведомство поступила заявка от Харьковской фармкомпании о регистрации препарата. «Спутник Ви» даже решили выпускать в небольших объемах. Главное, чтобы медицина не переходила в политику, причем во всех смыслах. Наталья? Спасибо, Аскар.